Эта лекция рассказ о двух замечательных теоремах о теории графа. Одна из них называется теорема Фари, другая – теорема Кротовского. Теорема Кротовского – это критерий того, когда граф можно изобразить на плоскости без пересечения, а когда нельзя. Теорема Фари утверждает, что если граф можно изобразить, то можно изобразить так, чтобы ребра были прямыми отрезками. У этих двух теорем замечательная история. А именно теорему Кротовского за три года до Кротовского придумал, скажем так, сказал, что придумал Пантрякин. Но он ничего по этому поводу не опубликовал, а просто утверждал, что он доказал эту теорему. Кротовский свое доказательство предъявил народу. И в течение многих десятилетий оно было в ранге того, что все знают, что есть такая теорема, но никто, собственно говоря, не знает, как ее доказывать. То есть всегда объясняли школьникам, что вот такие, какие такие графы, которые называются К5. Полный граф на пяти больших. Смотрите, что это такое. Вот когда у нас есть четыре точки, то мы можем нарисовать картинку вот так. А попытка связать вот эту точку с этой уже ведущая. Вы, если подумаете, вообще поймете, что всегда, когда у вас расположены четыре точки, по сути, это вот такая картинка. Только, пожалуйста, не думайте, что она обязательна. В принципе, вот эта линия вполне может быть вот такой вот сложной-сложно-сложно-сложно-извилистой. И другая линия может быть какой-нибудь и так далее, и так далее. Вот, но это все продеформировать все ребра таким образом, чтобы они превратились в треугольник памяти с проведенными в нем линиями. Ну а для треугольника очень понятно, что плоскость разбивается на области. И если вы ставите пятую точку в эту область, то не можете соединить с этой. Если ставите в эту область, то не можете соединить с этой. Если в эту, то не можете соединить с этой. И так далее. Так вот, значит, вот этот граф непланарный. Невозможный. Другой пример непланарного графа это так называемый К3-3. Три дворика, три колодца. Если у вас есть три точки с одной стороны, не важно, как они расположены на плоскости, но просто три точки. И три и другие точки. И мы должны соединить каждую точку. Давайте попытаемся. Так вот соединили. Ну, единственное, для красоты лучше поставить вот эту вот точку сюда и соединить так. Между прочим, вот этот граф тоже, естественно, имеет название. К2-3, или его даже называют вот так вот, специальную букву для него, тета-графа. Почему тета? Потому что греческая буква, это написание очень похоже. Смотрите, если посмотришь на вот эти вот две точки, то здесь есть три пути, которые их соединяют. И если посмотрите на вот эти вот две точки, то то же самое. Есть раз, два, три пути, которые их соединяют. Так вот, попытаемся изображить К3-3. Смотрите, если вы вершину, которую надо соединить, вот это соединить всеми двумя, поставите в эту область, то не соедините с этого. Если вы поставите в эту область, то не соедините с этого. Если вы поставите во внешнюю область, то не соедините с этого. Таким образом, в общем, неплохо, получается, что граф К3-3 тоже непланален. Так, ребята, сразу важное обстоятельство. Если вы можете нарисовать какой-то граф, ну, например, вот такой, и ставите на его ребрах точки одну или несколько, то, разумеется, такой граф тоже нарисовать можно. И наоборот, если вы нарисовали какой-то граф с этими точками, то, естественно, стереть их тоже вполне можно. Вводят в типологию понятие гомеоморфизм. Гомеоморфизм. Это означает, что взаимно однозначное непрерывное отображение этих двух графов. Количество вершин может быть разным. То есть, если я здесь ставлю лишнюю точку, все равно, как множество точек на плоскости, ничего не меняется. И поэтому эти фигуры считаются гомеоморфными. И с точки зрения планарности, давайте я, чтобы не произносить вот это вот слово, гомеоморфизм, не все к нему привыкли, я буду говорить об этом, как о разбиении ребра или подразбиении ребра. И мы должны четко понимать, что если у нас есть какой-то граф и его ребро подразбили несколькими точками, то от этого с плонарностью ничего не ухудшилось, но и не ухудшилось. Дальше. Давайте все-таки сформулируем, что же такое теорема Куратовского. Граф можно нарисовать на плоскости так, чтобы его ребра пересекались только в вершинах и не пересекались бы и не в вершинах, тогда и только тогда, когда в нем нет подграфа К5 или К3. Давайте, сколько это все-таки вещь фундаментально важная, я еще пишу на доске. Итак, значит, теорема Куратовского. Граф планарен. Граф планарен. То есть можно изобразить его на плоскости. Если и только если в нем нет ни одного подграфа, ну, давайте я уже напишу здесь гомеоморф, ну, ладно, хотя бы, понимаете. Гомеоморф. К5 или К3. К5 принято в литературе для школьников называть полный граф на пяти вершинах. Ну, собственно, именно. Во-первых, просто инвизит надо ее правильно назвать. К3 принято называть три домика и колодца. Имеется в виду, у нас есть три точки, домики, и три колодца, три другие точки. И надо так прокопать тропинки, чтобы никакая тропинка ни с какой не пересеклась на чем-то вершине. В 1930-й год, то есть уже сильно больше 80 лет, и эта теорема была безумно трудной до того момента, когда Юрий Макаровичев, московский школьник, вдруг не подумал об этой задачи и не решили. И выяснилось, что у этой задачи есть красивое, замечательное решение. Дальше разные люди его уже в педагогических надобностях обдумывали, перерабатывали. И, ну, что сказать, мне кажется, что оно сейчас дошло до... Ну, спасибо совершенно. То есть, ну, конечно, в математике всегда, может быть, кто-нибудь придумает еще лучше. Но сейчас это доказательство достигло той стадии, когда оно естественное. Оно все еще длинное, но оно абсолютно разумное, абсолютно естественное. И все шаги его, ну, действительно, разумные. А нет, как бы, такого же слова, странного перебора, или на такой конструкции. Так вот, благодаря, благодаря, замечательному школьнику, который не поверил, что эта задача, что называется, безумно трудная, а просто отнесся к ней как-то задачи. Это приятно. Вообще, ситуация, чтобы школьник внес в новую науку, бывает крайне редко. Ну, бывает. Да, такой, редко, редко. Вот, теперь по поводу теоремы Куратовского. С этим произошел вообще никто-то. То есть, ребята, много лет мы были в положении такой же, как у теоремы Куратовского. То же самое трудная теорема, доказательства ее мы пропустим. Говорили все, 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 все. И Праслов Виктор Васильевич, который некоторое количество лет у нас подряд, каждый год приходил, читал лет. И сейчас, к сожалению, живет в Израиле, поэтому этот обучий неожиданно на моменту присякся. Хотя, кто его знает, надеюсь, еще придет. Все-таки, надеюсь, что он не приедет. Так вот, взял и в своем учебнике по металлогии опубликовал доказательства теоремы Фарии. Оно оказалось неверным. Это заметили читатели. Соответственно, чтобы, что называется, как-то извиниться, исправить эту ошибку, я попросил его прийти на магнитмат и рассказать, ну, собственно, правильное доказательство. Он пришел и рассказал второе доказательство. И оно тоже оказалось неверным. Это замечательно. Заметьте, это вам не какой-нибудь, так сказать, странный человек, да? Это автор большого количества учебников. Он действительно замечательный, действительно совершенно замечательный человек, математик. И значит, что-то в этой задаче есть, что заставило его два раза подряд ошибиться. Дальше мы задумались, задумались, только задумались, и я придумал красивое решение, которое я вам сегодня расскажу. А дальше было еще интереснее. Мы стали искать. Нет для чего мы такого литературе. Кстати, герои этой истории, на самом деле, все здесь. Тот, кто вывел Рассел на чистую воду, это Ксений Витин, вот у нас здесь сидит. Тот, кто стал искать в литературе, это Коля Князев, здесь сидит. Кто получил в рамках, кто лавры. Кто не лавры, а кто меня заставлял всем этим заниматься, это вот мой сын Коля Спиват. Ребята, еще раз, это действительно замечательно. Решили задачу, молодцы. А дальше мы стали читать ту самую литературу. Да, да, в этой истории, разумеется, участвовал еще замечательный математик, который Михалыч Григородский. И по-моему, там. Так вот, и когда мы стали читать литературу, вдруг узнали, что оказывается, это только мы случайно думали, что по этой теории мифории никто ничего не делает. Оказывается, есть совершенно замечательная система меток. Оказывается, есть теорема о том, как на компьютере расправлять ребра этому самому графу. Оказывается, там действительно красивая, не очень сложная, но очень действительно симпатичная математика. И последний удар был вчера, когда, честно говоря, мы вошли в статью теории мифории в английской версии Википедии. И выяснилось, что в точности придуманное нами доказательство там лежит. То есть оказывается, что все эти годы и братцев, и мне, вместо того, чтобы мучиться и там давать то неправильное доказательство, и там придумывать что-то, надо было всего лишь переключить в свое Википедии язык на английский. Все, что от нас требовалось. Ребята, извините, конечно, это главная мысль сегодняшней лекции. Оказывается, Википедия в этом смысле ужасна. То есть я-то абсолютно был уверен, что они, извините, отслеживают в таких классических математических темах, и если этого нет, а в русской версии мы проверяли, нет, то тогда и в английской версии, что называется, нет. Потому что, ну иначе, извините, перевести абзац текста, это же легко, это же секунда времени. А вот так получилось. В английской версии это и есть красивое доказательство, о том, о котором я сегодня расскажу. Вообще Википедия замечательно, этим надо уметь и пользоваться. Но вот, как выясняется, все-таки иногда надо не забывать про существование разных языков.